Маленькая зарисовка о будущем России Национальная идея России дана нам сейчас как божественная рука помощи, как выход из тупика, в который мы зашли. В ней отражены все самые важные пункты государственного устройства нового типа, государства новой эпохи. Национальная идея России — это высшие нравственные принципы во всех областях жизни и деятельности человека. Люди в государстве новой эпохи на первое место в своей жизни ставят Бога. Высшие божественные принципы. Им присущи такие качества, как добро, ненасилие, милосердие и сострадание, достоинство, честь и доблесть, служение людям и стране. Высшая ценность для них — следование высшему закону, закону добра и справедливости. В таком государстве правитель высоконравственен, добродетелен и проводит в этот мир божественное руководство. Давайте перенесемся в недалекое, прекрасное будущее России, основанное на воплощении в жизнь национальной идеи России. Началось все с того, что один великий мудрец, живший высоко в горах и говоривший с Всевышним, посоветовал добрым людям создать поселение на территории России и объединиться на служении Богу и в труде на общее благо. Послушали его люди, потому что всегда передавал им мудрец божественные истины. Никогда ничего не говорил он напрасно. И стали потихоньку уезжать из загазованных и душных городов на природу и там создавать под руководством мудреца поселение. Здесь они по-новому воспитывали и учили детей, молодежь, использовали альтернативную медицину, ввели для жизни в поселение добрые и справедливые законы для себя. Зажили они по-другому, не так, как прежде. Во главе своей жизни каждый человек ставил Бога, его закон. Любовь и благодать воцарились в поселении и начали рождаться на этой земле души светлые и чистые. Со временем поселение разрасталось, становилось больше, пока, наконец, вся страна не стала одной большой семьей. Начала процветать Россия. Высшие божественные принципы стали основным законом страны. Истинной верой стала вера в то, что все есть Бог. Трудятся люди на благо всего общества. Правителями страны выбирают только высоко духовных, мудрых, справедливых людей. Богатство, полезные ископаемые и ресурсы страны используют для процветания государства и его жителей. Вся деятельность людей направлена на возвышение сознания, высшее творчество. Каждый человек имеет хорошее образование. Сам выбирает то направление, которое ему по душе. И в своей профессии достигает небывалых высот. Страна по праву гордится своими инженерами, учеными, писателями, врачами, педагогами, деятелями искусств, философами. Каждая семья живет в прекрасном доме, который строит для нее государство с учетом пожеланий супругов. В семьях царят гармония и любовь. Старшие передают свой опыт младшим. Младшие заботятся о старшем поколении. Крепкая, непобедимая армия охраняет пределы России, твердо хранит ее границы и покой. Отовсюду приезжают перенимать в России опыт. Учатся студенты из зарубежных государств. И удивляются часто гости заморские, как в такой короткий срок смогла Россия измениться. Возродилась, как птица Феникс. Стала независимой, сильной. А секрет прост. Когда-то всего лишь один процент населения России принял эту идею добра и справедливости. И вся ситуация изменилась в России, как по мановению волшебной палочки. КОНЕЦ КОНЕЦ